И снова привет, вы на бойцовском канале в ударе. Сауля Альвареса уже лишили титула IBF. Канело один из самых успешных мексиканских боксеров в истории и до недавнего времени абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. Буквально два дня назад Канело был лишен титула чемпиона мира по боксу по версии IBF во втором среднем весе. Канело также лишился звания абсолютного чемпиона мира. Напомню, IBF приняла такое решение, поскольку Канело отказался проводить бой против обязательного претендента Уильяма Скала. Вместо него Альварес выбрал себе в соперники пуэрториканца Эдгара Берлангу. Последнее время Сауля нещадно критикуют за излишнюю избирательность. Канело не дерется с опасными претендентами, вроде Дэвида Бенавидиса или Дэвида Моррелла, а выбирает тех, кто, как ему кажется, более простой соперник. Более того, все это его добровольные защиты, а не обязательные. В ночь с 14 на 15 сентября Альварес проведет очередную защиту, а соперником станет не самой известной широкой публике Эдгар Берланга. Турнир традиционно будет приурочен к мексиканскому празднику. Еще на стадии разработки этого поединка Канело сталкивался с критикой. Его призывали сразиться с Дэвидом Бенавидисом. Эксперты пытались пристыдить Альвареса. Но Канело сейчас на таком уровне, что его абсолютно не волнуют разговоры вокруг. Он и так получает большие чеки и гонорары, дерется с теми, с кем сам захочет. И, конечно же, он постарался придать значимости и этому бою. Для меня очень волнительно быть частью этого события, потому что исторически я всегда устраивал незабываемые бои. Горжусь тем, что вношу свой вклад в это наследие. А встреча с таким соперником, как Эдгар Берланга, добавляет еще больше волнения и значения этому событию, сказал Сауль. Сам же Эдгар Берланга и вовсе уверен, что сможет шокировать мир и самого Канело в частности. «Это возможность всей моей жизни», – говорит Берланга. «Я заслуживаю быть здесь, я шокирую мир и Канело. Я его нокаутирую 14 сентября. Докажу, что мой бокс превосходит его бокс. Верну то, что по праву принадлежит мне», – говорит Эдгар Берланга. Один нюанс – на этот бой Канело впервые за два года выйдет не в статусе абсолютного чемпиона мира. Сауля лишили пояса IBF за отказ биться с обязательным претендентом по линии этой организации – Уильямом Скалом. IBF придает первостепенное значение сохранению титула. «Кроме того, ценим и понимаем важность статуса абсолютного чемпиона для такого бойца, как Канело, для всего спорта и болельщиков», – говорится в заявлении пресс-службы организации IBF. «Понимаем, что Сауль и его команда сделали выбор в пользу того пути, который они считают более подходящим для его карьеры. Тем не менее, правила IBF прозрачны и были разработаны в интересах всех заинтересованных сторон в подобных вопросах. Исходя из вышеизложенного, у IBF не осталось другого выхода, кроме того, чтобы сделать вакантным титул IBF в суперсреднем весе», – говорится в заявлении IBF. Сауль отбоксировал с Геннадием Головкиным, потом с обязательным претендентом WBO Джоном Райдером, затем дал шанс Джермеллу Чарло, который поднялся из другого веса, а недавно проводил добровольную защиту с Хайме Мунгией. Эдгар Берланга, к слову, является обязательным претендентом WBA. IBF, конечно, могли подождать самого боя и позволить Канело выйти на ринг в статусе абсолютного чемпиона, а уйти уже без пояса, но, судя по всему, они хотят побыстрее разыграть вакантный титул. За него должны биться Уильям Скалл и Владимир Шишкин. Если Канело захочет вернуть статус абсолюта, то в дальнейшем придется встретиться с кем-то из них. Вот такие вот новости на сегодня, друзья, пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был бойцовский канал ВУДАРе, подписывайтесь и ставьте пальцы вверх!